Всем приветики! Сегодня 30 августа 2019 год. Мы вошли в парк, раньше он был Калинина, сейчас он Шевченко. Все, кто жил в городе Черновцы, прекрасно знают этот парк, потому что в детстве всегда, каждые выходные, все с родителями тут проводили время. Мы идем по верхней аллее центральной, а там находится по верхней аллее. Мы с Танюшей выехали в город по делам, ехали в маршрутке, но не выдержали, такая жара, столько людей, студентов понаезжало, людей, я не знаю, откуда те люди. Ужасно, жарко. Мы решили пройтись пешочком через парк, тем более, что давно здесь не были. Здесь тихо, спокойно, свежо и прекрасно. Это летний ресторан, но мы с другой стороны, с тыла, так сказать, кто помнит. В основном здесь наблюдаются мамочки с колясками. Очень прекрасное место здесь для деток. Свежий воздух, реально тихо и спокойно. Вот такую интересную беседочку увидели. Ага, здесь играют шахматы. Столики, стулья. Прикольно. А вот это наш летний театр, где проходят концерты. Когда-то он был старенький, развалился, потом построили новенький, такой красивый. Уже много лет он. Сейчас через сеточку покажу зал. Естественно, это не для черновицких, кто сейчас проживает в Черновцах. Это для наших эмигрантов, для людей, которые давно выехали. Кто-то готовится к выступлению или уже собирает свои пасочки. Так, а вот какой зал. Везде кафешечки по парку. Кафешечки по парку. Люди на лавочках сидят, отдыхают. Тир, как и когда-то был. Там ресторанчик. А вот начинается зона отдыха для деток. Котельки, карусельки. Прикольно. Вот гуси-лебеди. Несмотря на то, что сейчас еще утро, 12 часов, а тут уже движ полным ходом. Ну мы так мельком пробежечкой, мы не будем обострять, внимание застрять. Так, в общем. Да, давно я на этих площадках не была. Давно не каталась. А вон там, на переднем плане, подальше, фонтанчик. Писающий мальчик. А здесь все влюбленные вешают замочки, фотографируются. Фотозона здесь такая. Когда-то за этим забором был зверинец, зоопарк. Были зверюшечки. Уже давно-давно их там нет. На переднем плане центральный вход. Там колонны. Но мы свернем раньше. Мы вышли из парка. Идем дальше по своим делам. Индустриальный колледж. Техникум когда-то был. Местами можно даже увидеть велосипедные дорожки. Это очень приятно. Но не везде, не везде. Наша милиция, доблестная полиция. Это улица Садовая, но мы сворачиваем вправо. Там впереди, впереди, впереди бывшая Кражноармейская. Сейчас Герои Майдану улица. Обратите внимание на архитектуру. Свернули на улицу Кордубы. Это центральная часть города. Центр, как говорится, старый фонд. Местами он даже не то, что старый, а древний уже просто. По правую сторону прокуратура находится. А впереди СБУ. А по левую сторону 23-я школа. Она тоже, как и 24-я, была украинской. Обучение проходило на украинском языке. А в этом доме Кордубы, 11-й, жил мой муж. Вот его окна с решеточкой, бывшие. Сейчас там другие хозяева. Школа 23-я. Там Красноармейский базар. Еще раз этот дом. Скверик возле 23-й школы. Еще конец августа, а листья желтые, как будто осень глубокая. Каштаны все уже тоже желтые. Костел Сердце Иисуса. В советское время из него сделали архив, но сейчас вроде бы ведутся или хотят реконструировать. Я считаю, что такие памятники архитектуры должны сохраняться. Сейчас будем проходить мимо, вроде бы, центральный корпус, может, ошибаюсь, медуниверситета. Раньше это был мединститут, сейчас медуниверситет. У нас очень много... А ну-ка, Танюш. Прикольно, это библиотека, походу. У нас очень много учатся иностранцев. Для них это дешево. Да, Буковинский державный медичный университет, теоретичный корпус. Настолько можно показать? Красивый корпус. Если я не ошибаюсь, то его, по-моему, покрасили, отреставрировали. Улица Богомольца. Перед нами виднеется корпус университета. Там международные отношения. И истории. И архитектуры. Танюшу подсказывают. Археология. И археология. Библиотека. Продолжение следует...